Анатолий Эдуардович, очень часто в интернете сейчас уже встречаются какие-то там опровергающие факты технологии Skyway. Люди пишут о том, что якобы это невозможно, это нереально. Ну и всячески собственно такими своими постами, такими изречениями и комментариями останавливают тех инвесторов, тех потенциальных наших инвесторов, новых партнеров, которые хотели бы разобраться в технологии. Но когда натыкаются вот на такие комментарии, соответственно, это порождает сомнения. Как вы вообще относитесь вот к этому и хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это? Ну, можно я отвечу длинно, потому что коротко, здесь ответить невозможно так. Я отношусь к этому плохо, как любой нормальный человек. И я хочу как бы напомнить историю, связанную с различными инновациями, чтобы понимать и провести некие аналогии, параллели. Вот был в древности выдающийся философ, мыслитель Сократ. Его не понимали, ну мало кто его понимал, даже близкие люди. Например, жена его ненавидела, публично оскорбляла, считала его идиотом и даже выливала помои, то есть реально из-за ведра помои публично ему на голову. И вот Сократ сказал, что один дурак может задать столько вопросов, что сто мудрецов дадут ответов за сто лет. Это одна история. Могу привести другую историю, допустим, уже с нашей современности. Мне этот случай рассказывал летчик-космонавт СССР Волк Игорь Петрович, я с ним дружил и дружу. Это тот человек, который должен был полететь на Буране. Он руководил подготовкой для полета на Буране. Программу эту закрыли в связи с развалом Советского Союза. Это были советские шаттлы. И вот он рассказал историю, связанную с Королёвым. Это было 50-е годы XX века. Королёв уже был генеральным конструктором. Ну, чтобы понимать, я тоже генеральный конструктор. Он делал ракеты, а я делал скайвы, небесная дорога, которые не менее сложны, чем ракеты. Были неудачи, они плохо летали, они взрывались. Королёв до этого сидел, как родного народа, в тюрьме, в лагерях. Причем был рабочим, разнорабочим. То есть ему, видно, другого места не нашлось, как быть разнорабочим. Копать ямой лопатой. Это лопатой ямы копать в лагерях. Потом его выточили оттуда, потому что узнали, что ракеты успешно делала Германия. Так, ФАУ, ФАУ-2. И американцы тоже стали делать, ну взяли, захватили в плен фон Брауна и стали делать ракеты. И Советскому Союзу надо было чем-то отвечать. Поэтому Королёва вытащили вот из лагерей. И он стал отталкиваться от того, что он знал о ФАУ, делать уже советской ракетой. Все очень плохо шло. Много раза они взрывались, горели. Гибли люди, кстати. Был случай, когда на старте ракета упала и сгорело около ста человек. Причем высокопоставлено там ряд генералов. Я видел вот эту хронику, когда люди бежали, как факелы, горели и падали потом. Это все то, что делал Королёв. Его можно было снова посадить. И к этому все и шло дело, потому что несколько запусков было неудачных. И уже был приказ его арестовать и снова посадить. Но ему удалось, имея возможность, у него тоже были большие возможности организационные и финансовые. Он на личном самолете фактически доставил детали новой ракеты на космодроме и запуск был успешным. И отменили его посадку в тюрьму. И вот вопросы освоения космоса, ракетостроения вынесли на заседание Академии наук СССР. Тогда возглавлял Академию Келдыш, это известный ученый, академик. Он математик. И вот представьте, идет заседание Академии наук СССР. Это серьезная академия. Где сотни академиков в зале. И ведет заседание президент Академии наук Келдыш. И он начинает смеяться над идеей освоения космоса, над Королёвым. Говорит, это бред полный. Какие ракеты? Какой космос? Они же туда не долетят. Туда и килограмм нельзя вывезти. Какие полеты на другую планету? Это полный бред. И вот Королёв слушал, слушал это, а потом встал и сказал в Академии наук. Пошли все нахуй. Ракета полетит. Потому что Келдыш сказал до этого, что ракета не полетит. Вышел и хлопнул дверью так, что штукатурка посыпалась. И пошел делать свои ракеты. И они полетели. А вот Келдыш, который смеялся над этим и издевался, впоследствии стал основоположником ракетостроения и теории полетов на другие планеты и освоения космоса. Это вот две истории, да, как относятся даже специалисты к тому новому, что делает энтузиаст. Могу еще привести пример, связанный с Нобелем. Ну, сейчас вот Нобелевская премия, этот Нобель, который основал это, Нобелевская премия, дал свои деньги на это. А у него был брат, который занимался нефтеразработками на Кавказе. Это был конец 19 века. Тогда нефть возили в бурдюках с помощью ишаков. И была проблема, и шаков не хватало, и бурдюков. И была, как бы, поставлена задача, как, чтобы они плодились побыстрее, чтобы, ну, надо же нефтеразработкой расширять. А были проблемы. И Нобель предложил нефтяную трубу. Давайте нефть качать по трубе. Над ним все стали смеяться. Идиот. Какая труба. Это же бред. Мы возим в бурдюках нефть. Надо возить в бурдюках. Ты лучше подумай, как их кормить, чтобы они плодились посильнее. Вот пример еще отношения, как инновации. Казалось бы, что там сложного, сделать трубу и качать нефть. Так она тоже не воспринималась. Ничто не воспринималось нормально. Никогда. На определенных этапах развития инновации. Особенно в транспорте. Транспорт – это самая, наверное, консервативная отрасль. Решение, которое было принято еще в 19 веке, та же шина колеи, допустим. Колесная пара там с гребнем, с коническим колесом, да. Она до сих пор, и это невозможно изменить, сейчас нельзя же перешить на другую колею или изменить опирание колеса на миллионах километров железных дорог. Или, допустим, был такой разработчик ракет Гондард в США. В 20-е годы он тоже пытался делать ракеты, говорил об освоении космоса. И Нью-Йорк Таймс, как эксперт, выступила с критической статьей в адрес Гондарта. И там так и говорили. Идиот этот. Этот ученый, физик, он вообще не понимает, что такое движение. Как ракета будет летать в вакууме? Отталкиваться ведь не от чего. Там же вакуум. Он сегодня не понимает? Он же идиот. Вот я читаю про себя. Вот примерно такие же вещи. Вот могу. Тут прислали мне пространную, это самое, где же эксперты так называемые, в кавычках, да, опыст целый. Исследование. То, что Юнистский вообще чуть ли не сумасшедший, а то, что он делает, это полный бред. Вот давайте я хочу это один раз пройти, потому что тролли, я понимаю это все. Это те идиоты, которые побивали, допустим, Сократа помоями. Или те, которые называли Гондарта тоже сумасшедшим. И понятно, что это менее умные люди, чем академики Академии наук СССР, которые Королёв послал, правильно сделали, пошел делать свою ракету. Так? Поэтому я выскажу свое мнение, вот как оно, я человек тоже, и хватит меня оскорблять, каким-то, кто они такие, вот это вот пишут, малограмотные люди, без образования, скорее всего. Которые, наверное, плохо знают даже физику, математику, и, наверное, русский язык тоже плохо знают, потому что пишут безграмотно. Поэтому я буду, как оно написано, так буду зачитывать. Спасибо. 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 Спасибо.